Всем привет! И сегодня наша семья, как обычно, смотрит сериал «Школа». Давай, 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 давай. Спасибо. Пошли. Я сама. Пошли. Такой он волчка. Почему тебе не нравится? Да, кстати. Он всего лишь бородатый школьник. Да он милый, милый. Почему сумка у Носовой? Я не понимаю. Так она забрала у него, нет? Он ей отдал. Кстати, странно, откуда она появилась. Вот эта сцена с сумкой у Дятлова, она вообще ни к чему. Да. Потому что как она у него оказалась, непонятно. Потом обратно у Носовой. Как она обратно у нее оказалась, непонятно. Кто передает, вообще непонятно. Почему никто на это не обратил внимания и почему она футболку с собой носит в субке тоже. А где носить? В чемоданчике. В чемоданчике. Есть чемодан? Все проверили, ничего не забыли? Сейчас. Главное, что в шкафу ничего не оставили. Все. Блин. А, нет, все нормально. Давай. Иду, иду. Ой, это шло. Ой, суть большая. Все сдали, а не причем. Так, вот последний. Спасибо огромное. Девушка, минуточку. Но она сидит почти как... Я не могу снять джинсы. Почти канон. Да. Мне надо с вами переговорить. Что случилось? Ну, пожалуйста, полюбуйтесь. Что это? Это акты материальному сербу, который вынесли. Зеркало разбито в 412. А вот это что, вешалки? Это бред. Вешалки. Что можно на вешалках делать? Что на вешалках на вешалках? Женщины. Что вы мне впариваете? Какую-то ерунду. Так, ребята, погром. Был полный погром. Это ерунда. Это не ерунда. С вас 1372 рубля. Пожалуйста, платите, иначе я вас не выпущу, Исгорь Симович. 1300 рублей сейчас, и 1300 рублей 10 лет назад, 12 лет назад. Это разное. Даже 13 лет назад. Даже 14, по-моему. Ну, а сейчас это сколько? Умножай на 10, наверное. Угу. Типа 1010. А билеты на концерт тогда почему стоили тоже 1010? Тогда это хайпово было. Ну, блин, типа, сейчас тоже на всякие крутые концерт 1010. Чего? Да. Стигмата 2000. Ты стигмата, ***, никому не нужен. Не, не говори так, они мне песни напишутся. Это что-то хайповое. Я не знаю, что сейчас хайповое, типа. Ну, полпунт. Точно нет. Оплатить я сама не собираюсь. Кто у нас в 412 уже? А все пьяные Медведева. Они. Итак, я лично каждому выставлю счет, Горяев. Счет, конечно, можно выставить, но оплатить вам все равно придется. Я понимаю, но у меня нет наличных, а у вас в банкоматах нет. Так, девушка, иначе нам придется попробовать. Давайте в автобус, ребят, выходим в автобус. Все поехали уже. Я вас никого не выпущу. До тех пор, пока вы не оплатите мне по счету. Я говорю, у меня нет просто личных денег. Я понимаю, я понимаю, но выпустить я вас, к сожалению, не смогу. Ну, как мне снять деньги? У вас не работает банкомат. Почему не работает? Работает, все прекрасно работает. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Пожалуйста, попробуйте. Всех работает. У вас не работает. Супер, блин. А я супер. Ты куда слил-то? А я к Будиловой пошел вновь. Что? К Будиловой вновь. Ну и что? Ну и что ты пошел? В смысле? И что? Ну и... В смысле? Все как надо. Как ты ее развел-то? Чего мне тебя гнать? Ты гонишь-то? Я отвечаю. Давно. Фу, блин, я только не с этим. Ну а куда ты двигаешься, ну встань? Ну а что, пойдем с нами? Два, два, четыре, шесть, восемь, десять. Наталья Николаевна, сфотографируйтесь с нами. Наталья Николаевна, сфотографируйтесь с нами. Она в автобус вам зашла. Все. Итак, дорогой 9-й А, весь ущерб, который мне сейчас пришлось за вас заплатить, я предъявлю каждому лично по возвращению. А сейчас быстро залезаем в автобус. Все. Наталья Николаевна, какой ущерб? Такой Фаликов ущерб. А его избили, потому что он пописал на храм. Его бог наказал. Думали об этом? Да, да, да. Что-то в этом есть. Да, именно бог. В стриптиз-клубе. Лично. Бог лично в стриптиз-клубе дала. Все, вы себя тоже вели плохо. Все, быстро в автобус, я сказала. Фаликов, давай. Они. Блин, бля. Так. Ну, я считаю, круто, да. С пивасом стоит учитель. А, нормально. Что вообще происходит? Они отчаялись просто. Это буквально мой сон при температуре 40. Бля, бля. Не может, если я одни плохо вели? На место сел Володя. И не отсвечиваем. Все. Ну, блин, если у меня такие же одноклассники были, ну, у меня, в принципе, такие были, я бы тоже грустил, а я и грустил. Так что, в принципе, с прилива, с прилива. Чуть прочувствую эту атмосферу, когда холодно, стоишь рядом с автобусом, воняет с этими выхлопными газами. Да, да, да. Еще ветер лицо обдувает. Ну, класс. 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 Все горит, бля. Все горит, бля. Молодец. Пать. Вадим. Ну, уберите, что это. Ну, а что? Почему у тебя? Ну, дайте нам покурить на данный колокольчик. Ладно, я хотела поговорить с вами. Ну, а что? Насчет, как бы, вашего поведения, насчет своего плохого поведения, Володь. Я думаю, что вы уже умные ребята, вы уже взрослые, понимаете, что, как бы, не все надо рассказывать. Давайте так, я закрываю глаза на то, что, фу, Володь, ну, хоть не в меня, не можно не курить. Не кури. Давайте договоримся так, что я закрываю глаза на то, что было вчера, как бы, вами сделано. Ну, типа вам. Вызывы, да. Я лично вчера пьяный был, я не помню, что вчера было. Ну, вот и прекрасно. Еще бы оно мое лицо вспрыть. Ну, давай скажем, что упал. Вот каток. Твоё. Очень люблю спать в автобусах. Не всегда это удается, но когда удается, это здорово, потому что потом тогда можно сократить часть поездки. Никогда не получалось. Ну, да, типа телепорт, да. Но я не очень любила ездить в таких вот автобусах, потому что я сам везучий в мире человек. Если я еду в поезде, то со мной в одном купе едут самые громкие дети. Если я еду в автобусе, то прямо передо мной едет самый крупный мужик, который захочет откинуться максимально. И ему пофиг на хруст моих коленей. Ему вообще на все пофиг. Он просто откидывается и спит. Приехали, Наташ. Наталья Николаевна, а что нас до метро не довезут? Так, тебя-то построились на выход. Наталья Николаевна, до метро, ну тут, блин, доехать говно вопрос. Выходим, выходим. Давайте, ребят. Что с дверью у вас? Давай. Все, один, два. Мы с вами договорились, да, обо всем? Три, четыре, пять, шесть, восемь. Вперед, вперед, быстрее. Ладно, не шуми ты, господи, Наташа. Вот в санатории действительно хорошая идея. Хорошо съездили, да? Ну, мне понравилось. Ой, блин, пусть я ж не... Вопрос. Если бы вы поехали по такой экскурсии, вам бы понравилось? Мне не понравилось. С таким классом точно нет. С моим тоже. Э, э. Скажите, слушай. Я тут у меня тут идея взяла, я как раз хотела тебя посадить, давай, все. У меня, ну, я хочу написать небольшую поэму, мне тоже... Ну, жестко, конечно. Рост сводит, я не могу разговаривать. Ну, конечно, пиши. Да? Ну, ладно. Ну, почему бы и нет? У меня как бы от лица девочки будет написано. А про что там? Вообще там про многое не хочу. Но пока я еще для себя не решила, как бы как в общем это все сложить. Но главное, что... Главное среднее поймать, понимаешь? Это самое главное. Наверное. А ты мне дашь почитать? Не знаю. Как бы я... Я решила, что я вообще, наверное, никому не дам почитать. И... Ну, как бы только для себя. Слушай, а может в кино сходим? Да ладно. На какой фильм? Ну, я не знаю, на какой-нибудь фильм пойдем. Например, завтра пойдем. Ну, пойдем. Пончик теперь на обочине. И что? Ну, типа... А вот ничего было. Мы же тогда смотрели с тобой арку. Он же... Он ее ударил. Да, там много чего было, много страсти. Ты забыла уже? Когда он еще набухался. Чего? Пончик. Жесть. Это что, она с полежайки намутила? Да. Ты в милю? Ну, ты же все не видишь, что у них тройник сначала. Они вместе дружили. Она переключилась на вот этого Задоева. Да? Надо что еще смотреть? Ты такая растеряешь. Так договорились? Ну, ты... Ну, чего? Сам себе режиссер. Что он снимал? Ты покажешь? Да нечего там показывать. Как нечего? Ты же был в Суздале, у Владимира. Там же очень красиво. Ну, пап, у меня просто времени не было снимать. Ты что, вообще ничего не снимал? Да. Я ничего не снимал. Миша, нафига я тебе ударил? Папа, а мне что, подряд все снимать, что ли? Да нет, ну, не подряд. Ну, просто... Ну, мне, честно, как-то обидно даже. Ну, не обижайся. Хорошо. В следующий раз все поснимаю как... Договорились. Ладно, я... На работу все. Я на работу. Там мама Ильи. Чего? Серьезно? Плохо все, плохо. Давай, закрой. Сколько плохо ты, пап? Плохо, плохо. Ну, давай, потом поговорим. Ты мне позвонишь? Позвоню. Это что за отбивные? Это рыбные котлеты? Ага. Я не знаю, но... Выглядят великолепно. Это наггетсы? Да, это большие наггетсы. Кругицы. Кругицы. Ба, короче... Чего? Это тебе. Ой, батюшки мои. Подожди-ка, секундочку. Покраска монастыря. Ой, спасибо тебе. Спасибо, солнышко. Ой, конечно, да довольна. Хопи-хопи. Ну, спасибо. Ой, какой лик красивый. Спасибо. Садись, я тебя сейчас кормить буду. Ой. Ну, расскажи, что там было в Суздале-то? Понравилось, нет? Одет уже живой, смотри. Разговорчивый такой прям стал. Вот и инфаркты не было. Ну, правильно, он от Носова отдохнул, и все, хорошо стало. Ну, кстати, да, по факту. Ну, понравилось? Какие музеи, какие коллекции. Это же богатейший город. Ну, вот скажи, пожалуйста, вот когда вошла в монастырь, ты что-нибудь почувствовала, нет? Ты что-то ничего не почувствовала. Ну, как не почувствовала? Ну, я когда в храм вхожу, знаешь, как будто душа поднимается. Ну, может, просто не такая верующая, как ты. Ну, это не зависит от того, верующая или неверующая. Любой, кто войдет в храм, что-то такое. Что вы чувствуете, когда входите в храм? Когда вы в последний раз были в храме? Был такой вопрос, кстати. Никогда. Пару сей. Никогда. Никогда? Никогда. Ты никогда не был в храме? Нет. А ты тоже не был в храме? А вы что, дофига часто бываете? Ты что-то чувствовала? Чувствовала подъем? Ну, подъема прям нет. А ты прям подъем. Ну, я раньше часто с бабушкой ходил, я ничего не чувствовал. Только благовоние. Хотел съесть. Ну, пахнет там вкусно же. Мне не нравится. Мне не нравится. Хотел съесть, смотреть мультики. Мне там типа бампушками кормят бесплатно. Чего? С сыном. Да? А почему туда не ходим тогда? Там не вино, там типа когор. Там типа когор, это похоже на такое слегка горьковатое, разбавленное варенье. Не, на варенье, ну, не похоже на варенье. Ты пробовал? Ну, каждый по-разному делает, каждый храм. Похоже испытывает. На, сейчас тебе вилочку сюда. Больше сейчас запомнилась, короче, когда там продавщица свечек всяких. Чего? Сдачу давать не хотела. Типа на пожатывание. А ты? Не дала. Ничего не оставила? Ну-у. Ну, надо было. Да потому что там бабло везде. Ну, что это такое-то бабло? Ну, что ты ржешь? Великолепный был переход, конечно. Ну, да. Что с тобой? Что с тобой, чувак? Не трогай. Чувак, это случилось. Вообще жесть. Ну, когда я дверь закрою. Надеюсь, что это для школы. Ты мне такая же была, да? Да? Нельзя так называть на букву ДН. А, блин, пустите, дурацкая. Ты один серый? Не, маму, дому ща, короче, она уйдет. Здрасте. Здрасте. О, привет, мальчики. Очень приятно. Сестра Димана. Володь, что случилось? Чувак, я для тебя. Мы на экскурсию съездили с Натальей Николаевной. Вообще, ты посмотри, какая жесть, Володь. Я вижу, удачно съездили. Просто жесть. Оп. Друг не трогай. Закрой назад, спрячься. Так, ну что, чай, кофе, давайте. Я сам все сделаю. Давай это. Сами все. Чай, кофе. Не дрюй сильно, побольше, да, а то мотом еще. У меня кулачи перед глазами до сих пор. Офигеть. Чувак, я вообще не знаю, что у нас там случилось. А ты что делал? Я не придумал. Он мне зря не терял, блин, с будилу, блин. Чего? Накрыл. Ну что, расскажи, что ты. Чего, какой, блин. Ну что, что ты тут рассказываешь? Будилу, она нажиралась, так? Давай, мам, все, до вечера. Сидай, пока. Давай. Будилу, она нажиралась. Серьезно? Чего нажиралась? Ничего она не нажиралась. Чего, чьи хвост уже поделая была? Да ладно, чувак. А ты чего кого уколол? Меня укололи, как видишь. Его натерки натерли. Блин. Что еще, что, дятлов, что творили? Носово, что делали? Да нет, там у них свои терки, как у Физи. Понятно, короче, твой. Кто интересуется? Носово, что делала? Дятлово. Ходила, сидела. Грустила и сидела с пустным лицом. Переворачивала столы. Ну, кстати. А, ну, да, кстати. Один разочек. Фаера, не забудьте завтра. Все, фаера готовы. Едем на фанатский сектор. Все отлично. Матч весь виден. Места лучшие. Удовольствие получишь в море. Ну, естественно, перед матчем пивка для удовольствия. А после матча поверем. И сейчас пивка тоже. Ну, это да. Учитывая, что у чувака шарф ЦСКА, он кричит за Динамо. Ну, ладно. Ну, все будет по высшему уровню, как обычно у нас бывает. Не ляг. Ди, на, на, дитихо, не кричит. Прибереги, прибереги. На завтра, на завтра. Подожди. Поем, можешь уже. Да, 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 давай. О, вы видели? Там, кстати, сухарики были, три корочки. Три корочки, ура. По-моему, они были с луком и сметаной. Один из самых вкусных вкусов. Не то, чтобы вкус. Не по вкусу вкусный, ну да. Все, спасибо. Спасибо, мужик. Пойдем. Иди, на, молчь. Ну, поставь один, возьми. Один. А что, оставь? Держи. Поставь. Потом еще. Поставь один, возьми. Вот что-то хочу сказать. Я забываю, что ему пятнадцать. Собака с цепи сорвалась. А что произошло? Они увидели, наверное, противооборствующую группировку. И он нападает. Пожди сегодня. Наш район. Пожди. Смотри. Пожди. Пожди. Пойдем, пойдем. Ты что? Как она? Не знаю, я не знаю. Вчера было все хорошо. Погрестили ее, она веселая. А что ты загрустила-то, Лена? Ну, грустно. Грустно тебе? Что она мать умирает. Невкусно? Невкусно. По вкусу вкусно. Мне не понравилась экскурсия. Чем вам понравилась сегодняшняя серия? Ничем. Друзья, ничем? Почему? Грустно. Чем запомнилось? Тоже что? Тем, что ЦСКА это кони. ЦСКА это кони, да. Это все, что я вынесла. Спартак это мясо. Зенит бомжи. Я так много информации не усвою сразу. Больше трех слов не перевариваю. Ну что, сериал скатывается? Или держит планку, ваше мнение? Поворот не туда что-то. Я не знаю. Пока все еще сон при температуре 40. Я не знаю. У вас разве в школе не было так? Как? Ну типа так же. Неадекваты? Нет. Ну либо это как-то мимо меня проходило. Ну не настолько неадекват. У меня никто столы не переворачивал. Никто не дрался. Никто в СМСках не угрожал никому. Ну вот ты знаешь. Учителя завернутого в одеяло я тоже ни одного не видела. Ну типа. Серьезно? Ты не видела учителя? Заверну. Я не знаю. Может быть просто ты внучка директора? Ну так она всю эту жесть видит. Я почему не видела? Ты действительно была внучка директора? Да. У нас какие-то связи. У меня ж мама с ЗАО. А вот мне угрожали. И как это? Кто тебе угрожал? Ну одно угло. Одно угло? За что? Ну не то, что украшали, но как бы смерти желали. На этой позитивной ноте мы закончим этот выпуск. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Микрофон был Виталий Костилин. Его жена Елена Сойст и наша дочь Мария Котёночкова. Оставляйте свои комментарии. Задавайте вопросы. На всё постараемся ответить в следующих выпусках. Ну и как всегда, оставайтесь добрыми, человечными. Берегите себя и своими. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok